Здравствуйте, дамы и господа! В эфире программа «К нам приехал» на телеканале «Ля Минор». Я ее ведущий Виталий Волин. Сегодня у нас в гостях автор и исполнитель Николай Осокин. Я по жизни в крепкой лодке Поплыву не спеша, все бы неплохо, да беда не на месте душа. Разложу над бережком костерок небольшой, потолкую по душам, потолкую по душам со своей душой. Говори, мучная моя, что ж ты мечешься? Все никак от прежних ран не излечишься, отчего в беспечный сон не провалишься. Да всякая пустяк, да всякая пустяк, снова ранишься. Коль трудная голова, пусть седая, пока чувствуется боль, я живая. И постель ее не мани, пожалеешь, коль забудусь крепким сном, коль забудусь крепким сном, а черствеешь. Не б к спокойной жизни тихо приубиться, не могла ли ты душа заблудиться. Раньше срока мною мать разродилась, не в чужой ли ты судьбе, не в чужой ли ты судьбе поселилась. И ответит мне душа все плачено, и не мною мне в тебе жить назначено. Будешь с радостью печаль перемешивать, сердце с разумом всю жизнь, сердце с разумом всю жизнь перевешивать. Я по жизни в крепкой лодке плыву не спеша, все б неплохо, да беда не на месте душа. Разложу над бережком костерок небольшой, потолкую по душам, потолкую по душам за своей душой. Николай Исокин сегодня у нас в гостях. Дорогие друзья, программа к нам приехала на телеканале «Ля Минор». Здравствуйте, Николай. Здравствуйте. Вот, честно говоря, для меня было как какое-то откровение услышать вот эту вот песню. Очень редкая манера исполнения. Вот как вы пришли вот именно к такому пониманию своего голоса, своей, не знаю, музыкальной личности? Ну, трудно сказать, как пришел. В общем-то, пел всегда и с удовольствием, начиная со студенческих времен, но как-то пел в основном чужие песни, больше всего розенбаума, либо бардовских исполнителей, ну, авторская песня. Но вот получилось так, что попробовал писать сначала стихи, в силу того, что музыкой по-любительски занимался, в общем-то, достаточно долго, хотя профессионально ничего не заканчивал, до сих пор даже вот как-то по этому поводу сожалею. В каких рамках любительского, я имею в виду, музыкального увлечения? Ну, просто игра на гитаре и все, ну, игра такая непрофессиональная, любительская, подбор по слуху, естественно, песен и исполнение их, может быть, даже в некоторой своей манере. Вот, потому что, как бы, манера была присуща всегда, и однокурсники еще со студенческих времен замечали сей момент. Ну, а как-то вот попробовал что-то написать, вот получилось то, что получилось. Естественно, уже пришлось обратиться к профессионалам, чтобы они сделали вот такое звучание именно. С этим мне повезло, я считаю, поэтому вот родилась такая. Если не секрет, а где записывали материал, потому что звучит все очень колоритно, интересно. Виктор Квев, саунд-продюсер мой, это Владимир Молчанов, вот мы с ним в тандеме делаем сейчас альбом, вот несколько песен как раз в сегодняшней передаче из этого альбома прозвучат. Ну, по сути, может, даже большая часть из них. Ну, знаете, вот слушая эту песню, создается впечатление, как будто мужичок такой вот исконно русский, из глубинки такой вышел. Вот, и, ну, не знаю, я, честно говоря, был поражен. Где вы родились, расскажите, пожалуйста. Ну, здесь есть в ваших словах доля правды, потому что я действительно крестьянских корней родился в деревне, в Подмосковье, Коломенский район. Вот, в общем-то, родители все время занимались сельским хозяйством, и с детства знал, что такое огород, что такое, в общем-то, вырастить своими руками что-то. Ну, и, в общем-то, по наследству достался от бабушки еще и какой-то определенный голосовые, слуховые, в общем-то, данные. Вот, и начал их потихонечку развивать, вот, и поэтому так вот природа корней, наверное, она дает о себе знать. Вы сказали, в христианской семье, и первая песня, вот, кстати, наверное, не просто так, в принципе, как каждый исполнитель начинает со своей визитной карточки. Песня «Душа». Вот, что для вас вот это понятие «душа»? Я понимаю, что очень трудно сформулировать, но вы человек, который одарены действительно от Господа талантом, ну, в силу своей возможности. Что такое «душа»? Это то, что она дается Богом. Это вот я, наверное, спою еще в нашей передаче песню, в которой, в общем-то, там есть такие слова, что это неспесивая плоть, это то, чем нас наделяет Господь. Поэтому я тут кого чем наделил. От бабушек или, не знаю, там, от родителей каким-то образом, ну, какие-то православные корни, основа какая-то заложена? Да, конечно. В общем-то, принадлежа к тому поколению людей, которые родились и в сознательную свою часть жизни провели при социализме, с его идеологическими, политическими и прочими воспитательными моментами. Я считаю, что село, оно всегда сохраняло определенные традиции. То есть, несмотря на многочисленные советские праздники, которые село праздновало всегда, наряду с этим всегда праздновались и православные. В том числе и Пасха, как один из самых великих православных праздников. Это особая категория, об этом можно рассказывать бесконечно. Нет, это понятно. Просто, понимаете, если вот зайти в любую городскую квартиру, ну, практически в каждую вторую, когда подойдешь и спрашиваешь, вы Пасху будете праздновать? Мы будем. Это, я понимаю, это поддержание обрядовости такой. А вот сам смысл пасхального торжества, воскресения Христова, я думаю, что на процентов 10, может быть, действительно знают тот корень, тот высочайший смысл, в котором заключен вот этот праздник пасхальный. У вас знали, что за обрядом скрывается? Или просто в силу того, что при социализме трудно было все это поддерживать, действительно, духовную жизнь, потому что храмы-то были закрыты? Ну, вот, наверное, только в деревнях и оставалась вот эта вот высочайшая, вот эта вот патриархальная высота, которая, ну, вот, насколько я понимаю, вам-то и была передана. Совершенно точно, причем она начиналась с того, даже вот с малолетства, те же самые детские игры пасхальные, как, например, катание яиц, крашенных пасхальных, то есть это грабельки выставлялись там, если не у каждого дома, то через дом. И ребятня, а потом уже присоединялись взрослые, там, бабушки, которые, это превращалось в такую азартную игру. А расскажите, я, кстати, первый раз слышу, что за грабельки рядом с пасхальными яицами. Значит, выбирается ровная площадка. Вот после того, как пасхальный стол накрыт, все отметили Пасху после поста Великого, все, как правило, выходили на улицу. И пост соблюдали, все... Ну, да, старались, по крайней мере. Вот, выходили на улицу, как бы на селе было пасхальное гуляние. В том числе, вот эти вот забавы, это катание яиц. То есть смысл заключался в том, что вот на табуреточку ставились грабли, песочком подсыпалось, и это все сначала закатывали. Самое дальнее яйцо, у кого укатилось, тот катил первым. А задача выбить яйца, которые вот все там до 15 человек иногда собираются, и вот эти вот яйца, которые раскатились, их надо выбить. Что для пацаненка самое интересное? Это побольше набрать в карман вывитых яиц, для того, чтобы потом похвастаться, либо все вместе, да, и соревновательный момент, причем, да. Вот в том... До сих пор вот у нас в селе играют и катают яйца на Пасху. Давайте послушаем следующую песню, как интересно, честно говоря. «Солнышко по кругу» называется следующая песня. Солнышко по кругу, по кругу, батюшка за плугом, за плугом. Мать придет, овечью кудельку, тереби мою колыбельку. Солнышко по кругу, по кругу, я к реке, по лугу, по лугу. Мать из-под руки мне во след, беззаботен мир восемь лет. За рекою птичьи запевки мы с дружком, по девкам, по девкам. Учимся по-взрослому жить, нам через неделю служить. Разбитым студенческим братством, тянемся к несметным богатствам. Погоняем буйное время, ловим свое счастье за стремя. Солнышко с востока, с востока, жизнь под дых жестока, жестока. Где был стол, там грязная скатерть, шли к свободе, вышли на побед. Но мы крепки российским замесом, с русским полем, речкой до леса. Устояли в злом лихолетие, слава Богу, в прошлом столетие. Солнышко в зените, в зените, как пройти по жизни скажите. Чтоб сложить достойную повесть, да не растоптать свою совесть. Солнышко к закатам, к закатам, по бескрайней родине взгляда. Кто гордится ей знать по праву, из дерьма до снова в державу. Солнышко по кругу, по кругу тянет время крепче под пругу. Норовит скакать все быстрее, жаль, что пари держать не умею. Автор-исполнитель Николай Осокин сегодня у нас в гостях. Николай, вот, кстати, удивительная песня. В ней, я смотрю, в принципе-то зеркало жизни. Ну, наверное, да, своего рода баллада. Да, уцепился я за две фразы. Ну, давайте вот с первой. Учимся по-взрослому жить, нам через неделю служить. Где сами имели честь отдавать долг родине? Срочную службу я служил в морских частях погранвойск. Сначала учебный центр в городе Анапа, а потом на корабле радистам в Лейпай. А это сначала Черноморский флот, а потом... Ну, там была общая учебка для всех пограничных войск, для морских частей, где готовили специалистов, потому что готовили специалистов-корабельщиков в основном. Это были гидроакустики, радиотелеграфисты, сигнальщики, мотористы и прочие-прочие специальности, которые необходимы для того, чтобы корабль нес в свою службу. И вот ребят 18-летних, зачастую не имеющих ни технического образования, просто после школы, которые ушли в армию, их сначала тестировали на пригодность к той или иной специальности. Кстати, вот меня как радиста тестировали, в частности, по слуху. Потому что азбука Морзе и прочая специфика связи, вообще, корабельная, она основана именно на том, что есть у тебя слух, либо нет у тебя слуха. Вы знаете, вот вы сейчас говорите, ребят, в принципе, неподготовленных сажали, ну, учили тому-то, тому-то серьезным вещам. Я вспомнил своего начальника, я первый год прослужил на РЛС, ну, станции разведывательного управления, ну, артиллерия, ну, ПВО, противовоздушная оборона. И помню, был у меня начальник, старший лейтенант Вазгрин. Он говорит, солдат, какой же ты тупой, я тебя уже пятый месяц учу. Я говорю, вы мне покажите, на какие кнопки нажимать. Я говорю, что ж вы мне теорию показываете? Я говорю, давайте я вам гамму дам, я говорю, вы ее прочтете? Вот, ну, не до мажор, конечно, кто-то другой дурак сможет. Вот, он говорит, нет. Я говорю, что вы от музыканта невозможного требуете? Какие трудности, Николай, были на службе? Что запомнилось? Что трудно давалось? Ну, сначала первое, конечно, дисциплина, привычка к режиму. Это, в общем-то, для всех, наверное, призывников. Потом качка, после того, как мы пришли на службу уже на корабли. А, кстати, к качке привыкаешь или... Ну, привыкаешь, привыкаешь, но потом, после того, как пришел с моря... Походочка была в развалочке. Действительно, ты выходишь на пирс, и кажется, что он качается. И вот с этим ощущением ходишь несколько дней, пока уже не освоишься к земле и к всему прочему. А так, конечно, достаточно тяжело, экипаж ограниченный. Вот два радиста было на корабле, службу несли, сутки делили на двоих, шесть через шесть часов. Ну, интересно, своя романтика. Это уже Балтика была, да? Да, это была Балтика. Причем я хочу, в общем-то, сказать отдельно о погранвойсках, потому что, в общем-то, войска отличались от всех других родов тем, что, наверное, не было такой дедовщины, как мордобоев и прочих вещей. То есть все было гораздо дружнее, хотя, конечно, разница между призвами, она ощущалась. Но, тем не менее, в силу того, что приходилось делить вот со старшим товарищем по службе сутки на двоих, оно как-то все это нивелировалось. И потом люди приезжали, отслужив, приезжали опять в часть, навещали свои корабли. Было и такое даже, вот, в общем-то, это запоминающееся. Я по себе помню, я через три недели обратно в часть полетел на свою, а второй раз через полгода. Запоминающий момент, хоть и три года, многие не знают, считают, что морские пограничники служат два. Николай, а страшного сначала было, как сказали, морфлот, и так бац, три года. Ну, я так думаю, что, в общем-то, да, некоторое ощущение было того, что повезло, да, кто-то два, кто-то три. Но, тем не менее, я ни о чем не жалею. Я получил столько на службе, и, в общем-то, что мне потом и позволило, наверное, то есть я со службы сразу поступил на юрфаковом году. А какие-то серьезные боевые задачи работали? Ну, имею в виду... А серьезные задачи – это в реальном режиме охрана государственной границы. Там несерьезных вещей не бывает, в общем-то. И были с участием нашего корабля и группы кораблей нашей базы были задержания, в том числе нарушителей морских. Потом очень много приходилось еще следить и за территориальными водами. Например, польские рыбаки всегда нарушали территориальные воды и рыбачили в наших советских районах. Я знаю, что вы рыболов. Какую рыбку ловили там? Там, значит, на Балтике вообще интересная такая ситуация. Мы несли... Вот был такой вид, это дозор, когда корабль становится в определенную точку и смотрит за проходящими судами. Это обычно в проливах, потому что на Балтике и Сербенский пролив. А вот рядом есть такие так называемые банки. Это каменные такие плата или плато подводные. И вот я помню... Ну, естественного происхождения. Естественного происхождения. То есть это каменная гряда, ровная такая. И вот я помню первое снаси, первое впечатление, когда вот леску чуть ли не толщиной в палец, на нее такая блесна из мельхиора, ну, где-то вот такой сантиметров 25, наверное, грубая, с тройником. Рукавицу наматываешь и опускаешь. Так дерг-дерг-дерг, хлопайся, вот такую вот треску вытаскиваешь. Потому что то, что мы зачастую едим в наших магазинах перемороженную рыбу, я хочу сказать, что она ни в какое сравнение не идет со свежепойманной треской, которую я Хлестаков в свое время называю лаборданцем. Вы знаете, я вспомнил сразу, был где-то в 2000 или 2001 году на крейсере «Адмирал Чабаненко». Так там старпом, тоже любитель треску половить, ну, это все северное море, не помню, ну, на севере. Так он просто из каюты, не из каюты, а из иллюминатора своего просто закидывал, там это, блеснул тоже. Ну, чувствуется, что все клюнуло, ну, и со всей дури прям опять же в иллюминатор тащит треску такую серьезную. Ну, рыбалка – это замечательно. Я думаю, о пресноводной рыбалке мы поговорим чуть позже. Давайте послушаем песню «В суете столиц». Суете столиц блестящих В дреме сумрачной глубинки Робкой ощупью незрячих наших судеб Половинки через мрак непонимания Им к прозренью не пробиться Нам порою не хватает Жизни, чтоб соединиться Через мрак непонимания Им к прозренью не пробиться Нам порою не хватает Жизни, чтоб соединиться В стенах жизненного круга В дебрях мира ощущения Бродят в поисках друг друга Сущность и предназначение А порывы умирают Так и не успев родиться Часто жизни не хватает Чтобы в деле воплотиться А порывы умирают Так и не успев родиться Часто жизни не хватает Чтобы в деле воплотиться Просто в жизни современной Увязаться за химерой В мишуре её надменной Растерять любовь и веру Сложно жить высокой целью Чтобы главного добиться Часто жизни не хватает В главном том определиться Сложно жить высокой целью Чтобы главного добиться Часто жизни не хватает В главном том определиться Повенчать мечты с делами Ничего в душевном мире просто так не происходит Пусть блажен, кто вечно ищет, счастлив, кто себя находит Николай, вот после армии, я думаю, не секрет, секрет не открою, что мозги несколько окостеневают, скажем так. Как вам удалось после трех лет пребывания в море сразу же поступить на юрфак МГУ? Мне повезло, потому что тогда еще существовала такая система подготовительного отделения, поэтому я поступил достаточно... А армейцы имели, насколько я помню? Да, поступали на подготовительное отделение, экзамен, честно признаться, был в основном формальный, потому что, наверное, была политика такая, разбавить такие московские мажорные кадры, какими-то там служивыми людьми со взрослой, уже устоявшейся психикой, более жизненным опытом, чтобы как-то был какой-то баланс, в том числе и возрастной. Поэтому была система подготовительных отделений, это, в общем-то, несколько месяцев, ну, с осени по весну, потом мы сдавали экзамен, у нас при условии успешной сдачи экзаменов на подготовительном отделении, зачисляли на первый курс юрфака. Как училось там, легко ли? Училось достаточно легко, потому что, хотя дисциплин очень много, и, в общем-то, дисциплины очень серьезные, многие были интересные, какие-то были менее интересные, но мне, в общем-то, легко давалось. Хотя я не скажу, что я археуспешно закончил юрфак, ну, в общем-то, диплом получил такой со средним положительным хорошим баллом, в общем-то, совершенно нормально. Причем, в общем-то, люди были разные, люди очень интересные, очень много было моментов, как положительных, так и отрицательных, но, тем не менее, юрфак и вообще студенчество для каждого, наверное, человека – это золотое время, о котором мы ностальгируем. – Золотое время, плотиновые воспоминания, да. – Предыдущая песня, она была вот как раз сделана в стиле вот того времени, 80-х годов, мы специально придумали такую стилистику, чтобы она вот позвучала именно вот в таком. – Мне очень понравилось, как за клавишами, за пианкой гитара каноном шла, очень красиво, очень, прям, ну, хорошо, хорошо. Кем хотели стать до университета и кем стали, сложилось ли то, о чем мечтали? – До университета хотел вообще заниматься музыкой, но в силу того, что даже было такое, я хотел поступить в музыкальную школу, у нас рядом был поселок городского типа, поселок Радужный, это в Коломенском районе, но у родителей, к сожалению, даже в то время не хватало тех самых 5 рублей в месяц в бюджете, чтобы оплатить за обучение. – Надо было на скрипку идти, 2,50, помню, было, да? – На скрипку? Ну, вот, на гитаре было подороже, наверное, она была более востребована, даже в то время. – Помню, пианино было, а, ну, в зависимости от родительской зарплаты, вот у меня было 18 рублей, потом я перешел в спецхор-класс, ну, это, вокальный, вот, там вообще просто песня, руб 50 всего было, вот, но я знаю, что спецхор-класс не в каждой музыкальной школе практиковался, а вот скрипочка была тоже недорогая, а вот гитарка была что-то около 6-8 рублей, ну, где-то вот так вот, в таких пределах. Предлагаю послушать следующую песню под названием «Осень». Устав мыть светом дачные оконца, и улыбнувшись бабьим летом в сентябре, укрывшись тучами вздремнуть решила солнце, и провалился сон глубокий в октябре. Все реже в небе бирюза и просень, и грезят дачники лишь будущее весное мне с годами. Все милее осень, своею грузом, вдохновенной тишиной. Походкой дамы величавой и прекрасной Придет неслышно, улыбаясь светлой грустью, И зажигает вновь костры рябины красной, Как дань поэту, бредевшему Русию. Чем тверже верим, что засеиваем счастье, Тем злее горечь от недобрых всходов Весна живет лишь радостью зачатия, А осень глубже понимает руки родов. Беззвучным вальсом плавно падающих листьев Нашепчет робко сокровенное признание, Что озарение смыслом вечных истин Несет лишь мудрость с неизбежным увяданием. Она открыла мне, каким уделом Я награжден всесильным зодиаком, Познавший радость жить любимым делом, Порю над миром под своим небесным знаком. И запалившись о рябиновые кисти Спешу в любви российской осени признаться Упасть лицом в подол кленовых листьев И не стесняясь плакать и смеяться. Упасть лицом в подол кленовых листьев И не стесняясь плакать и смеяться. Николай, а вы университет закончили в 1988 году. Да. Как раз время перехода от социализма к капитализму. Как для вас прошел сей период адаптации? Тогда еще не совсем был переход, мы, в общем-то... Ну, начало, нет. Я помню, что-то я не знаю. Я от армейской темы оторваться не могу. Одна из моих любимых. У меня пришла такая разнарядка в эту, в часть, в пятницу, чтобы к понедельнику, а я как раз служил в 86-88 год, чтобы к понедельнику закончили в часть перестройку. Вот. Было вот так вот все очень... А начинали когда в пятницу? В пятницу. Ну, в пятницу пришел приказ, а в понедельник должны были доложить, что там, товарищ командующий, перестройка закончена. Да, действительно, мы, в общем-то, шли с с определенной целью, с определенными надеждами, с определенными уже подготовленными и идеологически, потому что мозги-то, честно признаться, промыты были капитально. Да. Что там говорить? Сначала армией, начиная школой, потом армией, потом еще университетом, в силу того, что политическая направленность была всегда у юридического образования. Вот. У нас очень много было ребят, которые были в партии, и я в том числе в свое время в ней был. И, в общем-то, для начала было совершенно непонятно, горько, может быть, в чем-то обидно, что готовили себя к одному, тут совершенно другое. С одной стороны, может быть, ничего в жизни нет того, что не имеет какого-то смысла. То есть, все, что происходит, имеет какой-то глубокий смысл. Может быть, и смысл в смене этих политических формаций он тоже присутствует, потому что мы готовили себя к одному, но жизнь заставила нас испытать совершенно другое. И время показывает, что вот, по крайней мере, мои друзья, мое поколение, мои сокурсники, люди моего возраста, ну, по большому счету, подавляющее большинство адаптировалось и нашло себя уже вот в этой жизни, в новой формации, в новых условиях. Ну, и, с другой стороны, юрист, это же как доктор, поэтому юридическое образование, оно, в общем-то, всегда при любых формациях можно найти, как у нас недавно было 20-летие выпуска, вот в 2008 году, мы все собирались, я написал стихотворение по этому поводу, и там есть такие слова, наши знания не отнять, как потребность пообедать, право должен кто-то ведать и достойно применять. Так что, в общем-то, может быть, и в этом отношении моим сокурсникам и ребятам, которые, ну, не только ребятам, людям, которые получили это образование, они нашли себя и при другой общественно-политической формации. В 90-х годах резкий перелом был. В приоритетах, скажем так, населения нашей страны возник как бы культ силовой. Вот сталкивались ли вы с какими-то, я не знаю, бандиты на вас наезжали, я имею в виду? Нет, вы знаете, только в телевизионных репортажах, ну, может быть, по рассказам кого-то из знакомых, напрямую, в общем-то, ну, я работал и госслужащим, и, в общем-то, бизнесом как таковым я практически не занимался, хотя в свое время работал и в коммерческих структурах, но не на самых первых ролях, поэтому как-то меня Бог миловал от этого, от прямого общения с криминалом, с разборками и со всем прочим. Поэтому ничего по этому поводу в отношении себя сказать я не могу. Ну, я не знаю, вправе ли я задавать такой вопрос. Устраивает ли вас то, что происходит ныне в нашей стране? Не устраивает. Спасибо. Давайте послушаем следующую песню или поговорим? Как скажете. Нет, как вы сами. Можно спеть следующую песню. Давайте споем. Мысли мои. Мысли мои, не зудите, темини мне, не ломите, В той ли купели крестился, В свой ли я век уродился, Мне бы шаленой птицей в стремя Вспять разогнать время. Ханской тамгой оплатиться, Саблей навек обручиться. Да, по полям, по дубравам, Брано искать славы, Верой родить за отчизну, Крылья сложить, Славной тризаной, Жанны мои звою. Тело курга скроет Вечность орлом двуязыким, Слыцарить потомков великим. Бросить в лицо власти низкой, Городостью староордынской, Плаха моя под макушкой, Правда рублем жизнь полушкой, И пусть за нее кожу дубят, Голову пусть рубят. А ветер дотла кости сгложет, Песню по мне люди сложат. Мысли мои дыбят волос, Слышу с плеча голос. Свежей водой брызни в ряжку, Сопли утри, а рубашку Не тяжелаль тебе ножа, Не надорвись, мой хороший. В славе витать не вспотеешь, Думками все обогатеешь, Враги был Бог, Ты не узкий, Словом одним, Русский. Николай Исокин сегодня у нас в гостях, Дорогие друзья. Николай, вот опять хотелось бы вернуться к песне «Солнышко по кругу». Фраза «Шли к свободе, Вы шли на паперти» — это какое время? Я думаю, что это как раз самое начало 90-х годов, когда действительно был шок для всех, в частности, для моего поколения, для поколения моих родителей, когда мы ходили вокруг не только ларьков, но и вокруг пустых прилавков магазинов. И вот я лично, у меня был период, когда я не мог накормить свою семью. Просто не было возможности. Ничего не было. Все по талонам. Идея благая. Вот в порыве... Многие, конечно, ругают сейчас и уже, в общем-то, признанно, я не знаю, большинством людей, в том числе и политиков, что шоковая терапия, так называемая, она была, наверное, одним из самых серьезных испытаний для всего, в общем-то, населения Советского Союза. Потом мы все разделились, но ситуация была везде одинаковая, по большому счету. Да, в некоторых местах и до сих пор такая же ситуация. Вот и действительно, за благими, так сказать, в общем-то, намерениями забыли, прежде всего, о рядовом человеке. То есть нас не спросили, а хотите вы туда? Нет, в принципе-то, ну, если что-то менять, по большому счету, какой-то социальный строй, естественно, невозможно обойтись без определенных катаклизмов. Только я не понимаю, зачем разрушать все, чтобы построить что-то новое? Ну, логично же было использовать хотя бы фундамент. Вот. А то у нас, что в семнадцатом году, что в начале девяностых тоже какой-то, ну, вандалистический, конечно, подход какой-то был. Да, столетие вообще было действительно очень тяжелое. Просто как остается удивляться, как мы до сих пор живы. Живы, здоровы, существуем, растим детей, живем, пишем песни в конце концов. Давайте послушаем следующую песню. Ворон. Называется песня. Поздней осенью в степях Шли мы сотни на рысях Под копытами жневеё Под копытами жневеё А над нами вороньё Мне бы степью полетать Мне б судьбу свою спытать Ветер бурку порусил Ветер бурку порусил Моя ворона поросил Ворон вещей и крылом Брось смолёное перо Встали на смертью межи Встали на смертью межи Чья же правда укажи А я людям не судья Правда каждому своя Вон за балкою отряд Вон за балкою отряд Ведёт его твой брат Он тебя мальцом крестил В круг купели обносил А с родительским концом А с родительским концом Стал мамкой и отцом Коли братьям воевать То ли злой не миновать Кто кого вперёд убьёт Кто кого вперёд убьёт Кто кого вперёд убьёт Тот и правду обретёт Ворёшь ты ворон тёг тем кровь Кроме правды есть любовь Не затем родила мать Не затем родила мать Чтоб друг друга убивать Я остановил коня А да простит Господь меня Смял озябший колосок Смял озябший колосок Да и выстрелил в висок Николай, насколько я понимаю Мегаполис и вообще урбанизация Это не про вас Как вы от этого отошли? Расскажите, пожалуйста Ну, я вспоминаю Прежде всего юношеские годы Сельский парень очень тянул в город Очень тянул в город У нас в селе была восьмилетка Девятый и десятый класс Я учился в городской школе в Коломне И страшно завидовал коломенцам, ребятам, которые вместе со мной учились Потом служба в армии, естественно, тоже поступив в университет Естественно, хотелось быть в городе, работать в городе Ну, вот последние где-то лет десять Как-то урбанизация стала на меня давить слишком сильно То ли сказалось, в общем-то, в крестьянские гены То ли то, что город, ну, город он, как в свое время, в фильме «Брат» Город злой, город он силы отнимает И мне почему-то была мечта своего рода Вот действительно, чтобы была вода, чтобы был лес, чтобы была природа Ну, слава богу, так что вот сложились жизненные обстоятельства Что появилась такая возможность Я с семьей, мы уехали из Москвы, хотя ребенок учится здесь А с женой мы сейчас в основном живем там Она работает нотариусом Вот тоже у нас юридическая семья А что позволяет мне тоже, в свою очередь, заниматься творчеством Как далеко от Москвы вы отъехали? Ну, это в порядке где-то 150 километров Не так и далеко, но в то же время По большому счету, то все, что... Нет, только там чистый воздух начинается Да, все, что ближе к 70-ти Это чувствуется влияние города и вообще всего прочего Вот там совершенно замечательные места Зубры у нас водятся Потому что где-то в 70-х годах еще завезли туда семью Они сейчас там ходят, гуляют Увидеть их не всегда можно, но тем не менее Особенно красиво все это весной Когда выходишь ранним утром к реке Слышно, как такую тетерева Как у вас песня, когда зачатие происходит За что осенью приходится расплачиваться Да, осенью приходится расплачиваться Выслышать тетеревов, посмотреть на вечерние зорьки Как тянет вальшнеп, тоже такое Это все настолько красиво Многие этого не знают Как место называется? Не видят, не слышат Место называется Ходчи Это приток Волги Судоходный, чистый В общем-то вдоль дороги Там у нас лесной дороги Где-то километра два сплошные Черничники, брусничники В общем-то все Ну, мусора тоже хватает Это в том месте церковь стоит Прямо вот на такой пятачке Да, это белый городок Мы поселились чуть повыше по течению Ходчи Но это место я очень хорошо знаю С воды она вообще смотрится просто Знаете, у меня замечательные воспоминания Во-первых, красиво А во-вторых, помню, подъехали к этой церкви Ну, путешествовали А получилось так, что я с моим другом В красных костюмах спортивных был И батюшка выходит из церкви Я говорю, батюшка, благословите А он благословил Он говорит, кто вы? Говорит, ребят Я говорю, путешественники Я говорю, батюшка Он говорит, а я думал, пожарники из Москвы приехали Все в красном нагрянули Ну, места там, конечно, очень красивые Особенно вот это вот Место впадения И Волга В общем-то, там уже достаточно Там вот система уже углического водохранилища Ну, недалеко и до Иваньковского Там большая вода, что мне все время хотелось В силу того, что я рыбалкой увлекаюсь Все время хотелось к воде Чем ловите? Что промышляете? Ну, и спиннингом, и удочкой, и мирную рыбу Спиннинг, судачок, щучка И хищника Судачок к нам туда не заходит А щуки, окуня Да, из мирных Лещ, подлещик, плотва, густера Углейка Вся живность там присутствует Потому что река нерестовая По весне очень много рыбы заходит Но, к сожалению Весной-то ловить нельзя На удочку можно На удочку можно Но у нас там есть промысловики Ну, это тоже можно людей понять Потому что регион Вот этот вот Он там очень большой процент безработицы Людям зачастую даже на сигареты денег нет И вот они вынуждены по весне там Ставить эти сети Хотя я совершенно против этого Есть и другие, которые в достатке Но, тем не менее, все равно Браконьерничают И это так обидно И такое ощущение, что люди живут одним днем И не понимая, что останется потом Ну да, после нас хоть потоп Фраза очень старая, к сожалению Хотелось бы все-таки немножечко Переставить мозги на перспективу И чтобы люди все-таки О детях, о внуках-то подумали Чтобы увидели ту рыбку Которая хотя бы сейчас водится И смогли бы поймать Да Сколько мертвых рек сейчас существует По средней полосе России Которые напрочь выбиты Вот маленькие речушки Напрочь выбиты электроудочками То есть это такая зараза Возят люди на лодке с собой аккумулятор И втыкают его везде В траву, под кусты, куда угодно И он выбивает все напрочь От малька до планктона До кормовой базы И в общем-то страшная вещь Но планктона не будет И рыба, естественно, умирает Страшная вещь Очень много водоемов выбито напрочь Нет рыбы совсем Хотя раньше Надо, я не знаю, какие меры предпринимать Такие карательные, серьезные Чтобы люди действительно задумывались Надо тем же людям собираться Ловить и аккумулятор подсоединять Туда, куда нужно В раконии Куда совесть направит Туда и подсоединяет Куда совесть пропала Туда и... Да-да-да Честь имею Следующая песня Среднезначимых слов И бессмысленных фраз Как простреленный крик Сквозь немую аллею Слабым эхом былое Доносит до нас Позабытый девиз Господа, честь имею Слабым эхом былое Доносит до нас Позабытый девиз Господа, честь имею Среднезначимых слов И бессмысленных фраз Сражающих нас Бездуховным родством Он звучит, как молитва Как личный наказ Чья-то формула жизни И суть благородства Он звучит, как молитва Как чей-то наказ Чья-то формула жизни И суть благородства Благородна не кровь Не спесивая плоть Это свойство души А душа беспородна Этим титулом нас Награждает Господь И храни моя честь Лишь одна благородна Я не смею судить Это прихоть и льрок И прощенья у Бога Прошу, как умею За того, кто поставил Под пулю весом Со словами одею Господа честь имею За того, кто поставил Под пулю весом Со словами одею Господа честь имею Вы знаете, Николай, почему-то после этой песни Захотелось спросить Насколько легче или тяжелее Блюсти чистоту Духовную, нравственную, православную чистоту Там, где вы сейчас проживаете По сравнению с московской жизнью Соблазнов меньше Меньше, да? Конечно Москва – город соблазнов И все Ну, это не только поэтому Наверное, надо внутренне До чего-то дорасти, созреть Все мы грешники И я в том числе И, в общем-то, соблазнов много И грехов много И всего, в общем-то, много Вопрос в любом Должно быть В любом деле В любых вообще В начинаниях В любой жизни Должно быть чувство меры Какое-то Когда это перешкаливает Зашкаливает То это Когда уже перебор Тогда Можно погрешить Можно покаяться Но все в меру Ох, и ты лукавый подход Очень лукавый подход Но не грешить совсем невозможно По крайней мере Для меня на сегодняшний день Скажу честно Не грешить невозможно Может быть позже Придем к тому, что будем безгрешными А пока нет Рад бы, как говорится Да, да вот Мы поняли друг друга Да, совершенно точно Давайте послушаем Следующую песню Перепелочка Следующая песня Под окном гуляют вишни невестами Надрывается в лугах Перепелочка Эх, просыпалась сквозь пальцы Махорочка Стелит и белым по земле Да, не мне старый сад Прошибает до слезы На бочок самосад Небо, к счастью, напрямки А я елочкой Не трави ты душу мне Перепелочка Не трави ты душу мне Перепелочка Твоя песня Как июньская ночь Коротка Всем по юности Судьба Наделяла луга С молынью полоса Да, с прорехами Положил ее я косо За грехами Положил ее я косо За грехами Я костья по себе укорачивал Много дней густом хмелю Порастрачивал Серым камушком катился под горочку Жизнь просыпал, как сквозь пальцы махорочку Жизнь просыпал, как сквозь пальцы махорочку Стенит белым по земле Да не мне старый сад Прошибает до слезы На бочок самосад Небо, к счастью, напрямки А я елочкой Не трави ты душу мне Перепелочка Не трави ты душу мне Перепелочка Сеня Еще раз в очередь За бородиной полями рассветными Под окном гуляют вишни невестами Надрывается в лугах Перепелочка Эх, просыпалась сквозь пальцы махорочка Эх, просыпалась сквозь пальцы махорочка Николай Исокин сегодня у нас в гостях, дорогие друзья Николай, а как петь, писать песни начали? Давно ли? Писать начал не так давно Первое стихотворение написал осенью 2006 года Это же совсем вот буквально же Ну да, потому что вот как так получилось Ну пробовал в студенчестве Естественно, все мы в студенчестве Да, по ночам в стиши я пишу стихи Кто не пишет в 19 лет Но ничего абсолютно не получалось Абсолютно Ни одного стихотворения, ни одной строчки Ни одного стих-четверостишья Это можно, я смотрю, смело сказать Свежий воздух навеял, получается Не может быть и свежий воздух Одна из причин А с другой стороны, наверное Ну надо до определенного момента дожить Чтобы быть готовым воспринимать то, что нам дается Чтобы выразить это каким-то образом Потому что по моему глубокому убеждению Все, что нам дается, это дается свыше А мы только несем то, что нам дается То, что мы готовы принять Все понять и сознать, и сформулировать Да, все это И вот, ну честно говоря, я не знаю Учитывая то, что всего три года у вас Ну авторский стаж Скажем так Я без лести хочу сказать, что Ну все очень хорошо Вот поверьте мне Спасибо И вот с музыкальной точки зрения И с поэтической точки зрения И смысловон Ну я слушаю очень внимательно И я вот не просто так вот за фразой цеплялся И хочется слушать И мне действительно очень интересно А как решили вообще альбом записать? Все-таки бывает так Человек 10 лет пишет Там 15 лет пишет И потом в конце концов уже говорят Давай, ну уже, ну пиши Записывай В смысле альбом Сначала просто начали появляться Отдельные стихи Потом попробовал их положить на музыку Потом получилось иногда наоборот Хочется найти сначала какую-то достойную мелодию Потому что, ну, у меня с этим, честно признаться Слабовато Потому что нет ни музыкального образования Ни навыков профессиональных Вот И вот на гитаре В силу своего вот такого Ущербного аппарата Аккордового Что-то пытаешься найти И подобрать Зачастую Вот перепелочка родилась наоборот То есть там сначала были стихи И они так легли И она очень быстро написалась На удивление Потому что зачастую Бывает так, что Родится четверостишь А окончательно что-то В какой-то продукт завершенный Появится, может появиться Аж через несколько месяцев У меня так бывало, что начнешь А потом как-то вот Что-то не то Не идет и не идет А потом поймаешь И вот уже сюжет какой-то Вот уже законченный Появляется И чувствуешь А, ну все, вот доволен Вот это хорошо Потому что по-любому Самый строгий цензор Прежде всего Внутри тебя сидит Это хорошо, если он есть Бывает Ну пока По крайней мере Пока мне самому Что-то не понравится Я даже это Я вот хожу Там буду думать Несколько раз переделывать Там десятки раз переделывать Но пока самому не понравится Что-то, что-то, что-то Надо, надо Вот И вот в развитии вопроса Сначала была просто мысль Когда это вот начало рождаться Ну первые слушатели Жена Сын Жена говорит Хорошо Получается так, что Как бы даже осязаемо Что-то Картинки какие-то Стают Перед глазами Просто записал Демодиск Просто напел То, что сочинил Это было Где-то года полтора назад Записал его И начал искать Уже профессиональных Музыкантов Кто бы мне мог помочь Вот Помочь им Именно сделать Вот такую оркестровку Хорошую Потому что Абы как Хотелось Потому что Не хотелось сделать Вот Свела меня судьба С Володей Молчановым И мы с ним Вот эти вот Вот вещи вместе Делаем Вот Получается То есть Как он мне с самого начала Сказал Ты подожди Аппетит приходит Во время еды Сначала вроде Хотелось записать Просто И показать друзьям Ну друзья послушали Сказали Ааа Интересно Хорошо Давай как-нибудь Попробуем Это Чтобы И другие послушали Это будет Насколько я понимаю Если Включился сюда Саунд-продюсер Значит Это Планируется Коммерческий Все-таки Проект А мы пока Об этом Даже не задумываемся Никакой коммерции Пока нет Надо пока Я не совсем Наверное Так выразился Я имею ввиду Не желание Получить Какие-то Сверхприбыли Миллиона А просто Выпустить Это в продажу Чтобы Это Был не просто Подарочный вариант Друзьям раздарить А чтобы Это Слышали люди Чтобы имели Возможность Купить Здесь Большей частью Зависит Не от меня Потому что Надо сначала Действительно Чтобы люди Услышали По крайней мере Мое Желание Самое большое На сегодняшний момент Это Получить Как бы Аудиторию Получить Отклики Отзывы Вот к чему Прежде всего Стремлюсь Потому что Когда Нет обратной связи То Они Живут внутри И работать дальше Не дают Они постоянно Звучат внутри Пусти Пусти нас наружу Выпусти Мы тебе дадим Там дальше Жить Работать Писать Вот И идея такая Что Не знаю Что из этого Получится Но по крайней мере Пока все Идет Хорошо Знаете Я не хочу Как бы Поперек Батяки В пекло Лезть Вот Но Хочу заметить Что Мне кажется Не очень Многие Люди Будут покупать Этот альбом Но очень Требовательные И Очень У тех У кого Поставлена Высоко Планка Своя Эстетическая Культурная Планка И Знаете Мне это Очень Радостно Что Вот Такая Музыка Все-таки Будет выходить На сегодняшний день И Я первый Попрошу У вас Альбомчик Себе в подарок Спасибо А с другой стороны Вот Пока Из тех отзывов Которые Я имею На сегодняшний день То есть Люди Совершенно Разных Возрастных Категорий Начиная Там Условно 16-19 лет И заканчивая Людьми Сложившимися Пожившими То есть Многим Кто-то Находит Для себя Причем Песни Они Хоть и Выдержаны В какой-то В единой Смысловой Стилистике Они Старались Сделать Их Как-то Разнопланово Вот И Поэтому Может быть С другой Стороны Дай бог Чтобы Хоть у кого-то Нашло это отклик И положительные эмоции Мне Будет радостно Поминальные Следующие песни Порастрачу себя По Москве Заражусь Дефицитом Покоя И очнувшись Смертельной Тоске Я Секрет Для себя Открою От тоски Разыщу я Средства Бестолковый Свой круг Порушу И рвану Бессаботное Детство Подлечить Заболевшую Душу Оттолкнувшись Ногами От МКАДа Поплыву В синем небе Звонка И Под вишни Отцовского Сада Упаду Семилетним Ребенком От душевной Тревоги Бальзама Попрошу В своей Маленькой Родине Молодая Красивая Мама Обрывает Лукошко Смородину И Пластает Долгустые Ряды Мой отец Серебристый Клевер Попросив Принести Воды Достает Папиросы Север А еще Я увижу Брата Озорного Отчаянно Смелого Хлебным Мякишем Изо рта Кормит он Голубицу Белую Видно Выпала Доля Злая Под Плохой Луной Родиться Слишком Рано К воротам Рая Унесла Его Голубица На Траву Возле Их Могила Покрашу Я Куличик Пресный Со Святыми Их Упокой Всемогущий Мой Царь Небесный Как Тревожно Глядят Их Лица С Фотографии В Гранитном Овале Суматошная Дней Вереница Боль Утраты Притупит Едва Ви На Траву Возле Их Могилок Покрашу Я Куличик Пресный Со Святыми Их Упокой Всемогущий Мой Царь Небесный И Прощаясь С Родным Погостом Поклонюсь Вековым Березам Где Грачи Из Весны Весном Подновляют Ветшалые Гнезда И Как Будто Вновь Родившись Брошусь В реку Забол Текущих Вспоминайте Почаще Ушедших Берегите При жизни Живущих Николай Давайте послушаем Следующую песню Она же заключительная В нашей программе Синокосная Вы знаете У меня такое ощущение Как будто Вот Из тех еще Из языческих Времен Такая Там Вот когда Про Бога Ты еще не знали Про Господа Вот А Когда вот Ну Каждому времени Как бы Свой овощ Я не знаю Про что Эта песня Но вот Синокосная Мне лучше Кажется Именно Синокосная А? Именно Синокосная Давайте Послушаем За речными ветлами Солнышко встает Тихо перекатами Северка поет Встанем с первой птахою Мать Мать воды Мать воды Польет Мне Братан Мой Сахар Козу Отобьет Плюнем Весело В шестеру И под ноги Ляжет лук Извини 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 Коса Да не сходи В реку смотрят Ивушки Ох Наломаем Спинушки Не беда Петинушки К обеду Отойдет В реку Смотрят Ивушки Ох Наломаем Спинушки Не беда Петинушки К обеду Отойдет Лето Зиму Корлит А день Весенний Гор Так Живет Веками Крепкий Мой Народ Хлеб Асольством Славится И С бедой Усправится В дни Наломается Праздник Запоет Хлеб Асольством Славится И С бедой Усправится В дни Наломается Праздник Запоет Спаси разговеемся, к Спасу отойдем И святую троицу мы не обойдем Только вот не спится вырусили на традиции Меры не блюдем ни в чем, да все нам не почет Только вот не спится вырусили на традиции Меры не блюдем ни в чем, да все нам не почет Да все нам не почет Знаете, Николай, от всей души хочу вам пожелать не удачи, а успехов Потому что то, что я слышал, достойно успеха Удача это шанс, это аванс А здесь действительно, во-первых, потому что песни умные Во-вторых, потому что они добрые В-третьих, потому что они честные А в-четвертых, потому что они красивые и русские, самое главное Спасибо вам огромное Вам спасибо Ну, Николай Осокин, дорогие друзья А вы смотрите нас всегда В 17.00 до 18.15 Счастья вам, до свидания Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»